Какую практику вы посоветуете тому, кто слишком серьёзно ко всему относится? Смертельно серьёзно? Вы вчера упоминали об этом. Да. Однажды жил в Басре один суфийский мастер. Вы слышали о Басре? Басра — это место в Ираке, известное своим жемчугом и бомбёжками. Однажды этого мастера попросили. «Пожалуйста, позвольте мне стать вашим учеником». Он отказался. «Я не беру учеников». Всё более и более важные люди стали приходить к нему, прося, «Пожалуйста, научите нас». Он отвечал, «Я не беру учеников». Из-за того, что он отказывался учить, он стал очень известен. Однажды к нему пришёл знаменитый богослов, живший в той местности, знаток всех священных книг. Вы должны взять учеников. Вы знаете что-то, чего не знает ни один богослов. Я начинаю понимать это. Поэтому вы должны учить, вы должны поделиться своим знанием. Тогда суфийский мастер посмотрел на него и сказал, «Я не беру тебя в ученики не потому, что я не хочу этого, но потому, что ты этого не хочешь». Богослов ответил, «Почему вы говорите, что я не хочу? Я здесь, я прошу вас об этом. Я прошу вас об этом, и вы говорите, что я не хочу? Моё учение тебе придётся не по вкусу». Богослов спросил, «Так в чём же учение? Ты готов ему следовать? Конечно, я сделаю всё, что угодно». Тогда мастер принёс грязный кусок ткани и дал его богослову. Носи это, как набедренную повязку. Сними всю свою красивую одежду и носи только эту ткань, как набедренную повязку. Учёный посмотрел на эту грязную тряпку. Что это такое? Это ещё не всё. Я дам тебе пустую банку. Носи её на верёвке вокруг шеи. Также я дам тебе мятных конфет. В таком виде ты пойдёшь на рынок. Все мальчишки будут дразнить тебя и бросаться камнями. Каждому, кто бросит в тебя камень, улыбайся и давай конфету. Богослов воскликнул. «Но это же нелепо. Что обо мне подумают в городе, если я появлюсь в таком нелепом виде и буду заниматься такой ерундой? Вот видишь, я же говорю, что тебе не понравится моё учение». Вопрос в следующем. Нужно ли вам учение, которое вам понравится, или такое, которое преобразит вас? Вот в чём вопрос. Вы говорите, «Я слишком серьёзен». Тогда прежде всего вам нужно стать несерьёзным, что невозможно. Единственный способ стать несерьёзным — стать нелепым. Сможете? Можете прямо сейчас встать и станцевать? Сделайте это. Нет, нужно станцевать по-индийски. Индийский танец. Нет, нет, станцуйте по-индийски. Вот вы стали немного несерьёзными. Серьёзными, но уже не смертельно. Просто расслабьтесь немного. Смейтесь чуть больше. Будьте с людьми вокруг вас. Делайте то, что вам кажется незначительным. Не занимайтесь очень важными делами. Делайте простые вещи. Очень важно делать простые вещи. Занимаясь очень важными делами, вы становитесь очень серьёзны. Знаете Бертон Рассела? Был такой англичанин. Бертон Рассел сказал, «Если вы начинаете считать, что ваша работа очень важна, вам нужно взять отпуск». Отпуск — это не обязательно поездка в Индию. Отпуск — значит, каждые 24 часа, каждый день вам нужно брать отпуск, отдыхать от своей серьёзности. Серьёзность происходит из чувства собственной значимости. Вы считаете себя важным человеком. Я хочу, чтобы вы понимали, что вы — просто пылинка в этой Вселенной. Если завтра утром вы исчезнете, никто во всей Индии не вспомнит о вас, да и на другом конце Земли тоже. Несколько человек будут скучать, но и они вскоре вас забудут. Не правда ли? Пуф, и вас нет. Ничего в мире не изменится. Жизнь будет уйти совершенно прекрасно своим ходом и без вас. Каждый человек должен осознавать это в каждый момент своей жизни. Не имеет значения, что говорит о вас весь мир. Не имеет значения, насколько важна ваша работа. Вы должны понимать, что кем бы вы ни были, завтра мир будет продолжать прекрасно жить и без вас. Не правда ли? Если вы будете постоянно напоминать себе об этом, у вас не будет причин быть серьезными. И уж точно не смертельно серьезными. Время смерти еще придет. Сейчас время быть живым.